Это можно считать налоговыми каникулами. Выросла кадастровая стоимость объектов, ставка по налогу на имущество, процент от нее. До сегодняшнего дня в муниципалитете она равнялась 2%. Решено, что в этом году ставка составит 0,75% с постепенным повышением до прежнего значения к 2020 году. Тем, кому уже пришли уведомления налог, пересчитают по новым значениям. Глава курорта Юрий Поляков поблагодарил депутатов за взвешенное решение. Вы сами не заинтересованы в том, чтобы, грубо говоря, подводить наших предпринимателей, которые работают. Проблема одна единственная в кадастровой стоимости. Но, к великому сожалению, у нас нет полномочий ни у вас, ни у нас менять эту ставку о кадастровую стоимость. Ставки для населения будут уже неизменными. Для владельцев жилых домов действовала единая ставка 0,1%. Ее сохранили для тех, чью недвижимость оценили в промежутке от 5 до 10 миллионов рублей. У кого кадастровая стоимость ниже 5 миллионов, ставку снизили до 0,08%. Для самых дорогих объектов теперь действует максимальная ставка 0,3%. Категория свыше 50 миллионов, у нас по ней 72 объекта. Мы парамониторили их все. Все эти 72 объекта – это гостиницы, которые просто в налоговой заявленной КПЖС. Гостиницы совершенно официальные, с выписками, консьержами и всеми остальными атрибутами. И, наверное, не совсем справедливо, что гостиницы, которые официально именно за гостиницей платят по ставке 0,5%, они по ставке 0,1%. И у частных лиц, и у бизнеса есть возможность оспаривать утвержденную кадастровую стоимость. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.